Какой шанс вернуть товар через суд? Какой шанс выиграть против магазинов в суде? Ура! Роспотребнадзор опубликовал статистику. И мы можем узнать, сколько, собственно, раз подают в суд и сколько выигрывают этих дел, сколько раз подают в суд. Ну, тут зависит от региона, потому что есть большие регионы, маленькие регионы, от ситуации, где-то технологически развитые, где-то не очень, где-то население высокоплатежеспособное, где-то среднеплатежеспособное. В общем, конкретные цифры, именно количество нам не важны. Сколько денег люди возвращают? Тоже в Роспотребнадзор пишут. Там в городе в таком-то там суммарно 12 миллионов, в другом на 20 миллионов вернули денег, где-то на 2 миллиона. Тоже не важно. Нам важна доля. Итак, сколько, какой процент, какое количество людей выигрывает у магазинов в суде? Итак, вы готовы? Правильный ответ. От 84 до 89 процентов. Все, вы узнали всю суть видео. О чем это нам говорит? О том, что, ну, не будем говорить, что это 9 из 10. Скажем, что это 85 из 100. 85 из 100 людей, которые подают в суд на магазин, выигрывают. Кто-то сейчас думает, да ну ерунда. Я думал, что в магазине, если магазин шарит, у них юристы, это большая корпорация. Если на них подать в суд, то меня вообще задавят, еще денег с меня возьмут. Но денег от вас точно не возьмут, потому что истец в защите прав потребителей освобождается от государственной пошлины. Вы ничего не можете потерять. Но вы также ошибаетесь вдвойне, потому что думаете, что проиграете в реальности. Вот подумайте, магазин отказывает в претензии, говорит, ха, иди отсюда, ты требуешь глупость, ты не шаришь. Дальше идет в суд и проигрывает. А другой магазин также отказывает, идет в суд и проигрывает. А другой магазин говорит, ой, да твоя претензия полная чушь, ты никогда не выигрываешь. Идет в суд и проигрывает. В следующем магазине юристы говорят, это бесполезная претензия, человек понятия не имеет, о чем говорит. По закону мы ему деньги не вернем. И проигрывает. Сколько раз я им назвал? Пять. Знаете, чтобы магазин выиграл два случая с десяти, мне надо вам еще три раза сказать, как магазин проиграет, и только потом два как выиграет. Вы понимаете, о чем расклад? Если вы возьмете пять случайных случаев, вот так чисто, то пять случаев наугад. Во всех пяти выиграет потребитель. И это несмотря на то, что в магазине есть юристы, несмотря на то, что у магазина огромный стаж, несмотря на то, что у магазина, соответственно, ну стаж работы и работы с клиентами, несмотря на то, что магазин кажется лучше, больше шарит. Понимаете, это не так. Вы должны навсегда запомнить, что выигрывают. Ну, давайте округлим, я не хотел этого делать, 9 из 10 потребителей. И если вы написали грамотную претензию, ваши шансы очень велики, очень велики. Почему это происходит? Во-первых, помните, я говорил, вот это покупатель, это магазин. У нас есть перевес в сторону покупателя. Он даже есть в суде. По странному совпадению или по велению у нас стороны в суде в защите прав потребителей как будто не равны. То есть я не знаю, почему так сделано. По идее, они должны быть равны. Какая логика? Вот продавец, вот покупатель, вот посередине судья. Этот говорит, я прав, этот говорит, я прав, а суд рассудит, кто прав, да? Независимо. Нет, нет, так не работает. У нас почему-то потребитель, он во всем выгоднее. Например, магазин отпошленный за суд не освобождается, покупатель освобождается. Магазин не может решать, какую стоимость вернуть товара эту в момент покупки или в момент возврата. А покупатель может, не просто может жать, а на свой выбор. Разумеется, у нас связь, которая больше. Соответственно, и с делами в судах так же. Почему-то, ну, тут суд иногда так секретно, по секрету аргументирует, что магазин это огромная корпорация, у которой много денег. Вы это маленький человечек, у которого мало денег. Называется слабая сторона в экономическом споре. И суды имеют тенденцию вставать на сторону слабой стороны в экономическом споре. Ну, то есть, существует, видимо, такой предрассудок, что магазин гребет деньги лопатой, а потребитель, соответственно, он такой нищий. Часто это верно? Да. А может быть, это неверно? Может. Может, этот магазин вообще еле-еле в плюс работает. Или может, этот магазин уже пятый год работает в минус и берет кредиты, чтобы хотя бы протянуть еще немножко, зарплаты платить. А вы еще и суд на него подаете, если вы деньги собираете. Может быть, такое? Может. И такое часто есть. Я ведь не говорю, что магазины это супер злые корпорации, которые гребут деньги лопатой. Нет. Как правило, это такие же люди, как мы, которые еле-еле сводят концы с концами. Но. Мое мнение это одно. А практика защиты прав потребителей другое. И у нас есть число от 84 до 89%. То есть, когда вы боитесь идти в суд, вы зря это делаете. Потому что шансы проиграть низкие. Вот и все. Понимаете? Ведь вы понимаете, как бы осознаете, что когда в суд идут две стороны, магазин и покупатель, каждый из них считает, что он максимально прав. И по идее, логика должна быть 50 на 50. Вот если брать вероятность, 100 дел. Какой шанс, что в 100 дел магазин прав или покупатель прав? Ну, кто-то 50 на 50. Но работает не так. Есть явный перевес в сторону покупателя. Поэтому не боимся идти в суд. Не боимся отставить свои права. Не идем в суд. Я никогда не рекомендую идти в суд, ругаться и писать жалобы. Если магазин вам просто по закону вернул товар, но если он вам хамит, грубит, если явно не соответствует, так сказать, тому, что вы представляете, что правильно, хорошо, качественно, тогда можете подать в суд и забрать деньги. Вот. Все. Вы все узнали. Надеюсь, вы стали меньше бояться. Будем ли мы этот факт добавлять теперь в наше следующее видео? Да. Теперь, когда распотребнозор сообщил нам статистику, мы можем смело говорить о том, что если вам отказали в претензии, ждете, соответственно, 3 месяца, неустойка набегает в 100%, подаете в суд, а суды выигрывают 84-89% потребителей. Почему так не говорить? Кстати, хочу обратить внимание, что статистика, наверное, еще выше. Потому что все-таки это моменты 84-89, это где суд удовлетворил требования СА. Это звучит элитно. Но по факту многие из СА зачем-то пишут жалобу, ну, в смысле, вы, пишут требования компенсации морального вреда в размере 50 тысяч рублей. Я вот лично это видел. Один человек пришел к юристу, юрист написал ему исковое заявление, и там требование 50 тысяч рублей. Такое чувство, что эти юристы, они вообще никогда не смотрели судебную практику по защите прав потребителей. Там максимум вам выпишут 3 тысячи рублей. У нас есть уникальные, эксклюзивные на уровне всего государства случаи, где платили больше 3 тысяч рублей. Но там никто не заплатит 50 тысяч рублей. Платят обычно тысячу, полторы или три. Вот раньше было тысяча, это было прямо жестко стандарт. Сейчас платят 3, очень редко могут заплатить 3 500. Или даже 5, но это прямо я вот ни одного случая не видел. Я зато видел много случаев, где даже сейчас платят тысячу. Но когда пишете 50, 30 тысяч рублей, вы можете написать сколько угодно, вам просто откажут. И это ухудшит статистику удовлетворения требований. То есть если брать вот этот фактор в расчет, что многим требования удовлетворили лишь частично, потому что они потребовали безумную компенсацию морального вреда, то тогда процент-то он может быть еще выше, он может быть 95-98%. Если видео было полезно, мой канал можно поддержать, номер карты в описании. Маленький, очень донат. 30, 50, 70 рублей будет мне полезен. Будет компенсировать мои затраты на съемку, видеоорганизацию, процессы выкладывания, публикацию, распечатки документов, разбирания в законах. Потому что мне за это никто не платит. Но я буду снимать, даже если вы мне не задонатите ничего. Но если поддержите, то буду благодарен, поставлю лайк. Увидимся в следующих видео.